привет друзья сегодня мы будем рисовать с вами зимний пейзаж такой довольно сложный по оттенкам пейзаж с лодочкой с заснеженным озером да скорее всего это озеро сложный до повторюсь по оттенкам да они довольно непростые интересные и как раз мы попробуем с вами вот такой вот наборчик да я вам говорила что приобрела пастель деле ровни вот такого плана выглядит обложка у нее вот так обзор на нее и на другие товары с джексонс которые я заказывала можно будет посмотреть я прикреплю здесь подсказку где-нибудь поэтому по тестим ее видите оттенки довольно сложные да как раз подобрала похожий пейзаж и еще я не пробовала брензил пастельные карандашики они выглядят вот таким образом то есть упаковка из двух таких отделений очень они красивые сама упаковочка вот такая тоже говорили про эти карандаши мы в обзоре и ну собственно все попробую ограничиться вот этими двумя наборами понадобятся мне скорее всего и оттенки более такие теплые под цвет солнышко потому что здесь видите теплых не так много да это в основном такие сероватые оттенки поэтому что-то буду добирать из моих основных цветов которыми я обычно пользуюсь и посмотрим вообще как ведет себя пастель да перед этим давайте мы сделаем небольшой такой тест но не тест мы сделаем выкраску можно рядом где-то сделать то есть я на вот этой бумаге буду рисовать а пока не начали склейка моя новая вот такой вот альбомчик это тоже деле ровня альбом очень неплохой хорошие по креплению здесь разные оттеночки есть более веселые есть различные серые приятный один теплый такой да у немножко зеленоватый и вот этот более холодный я думаю нам он как раз очень подойдет для этого пейзажа вообще серый цвет самый лучший выбор если вы не знаете какой цвет выбрать и так давайте сделаем выкраску и заодно посмотрим с вами на цвета и поговорим о них ну кстати она не очень-то и мягкая думаю насколько она мягкая сравнивала понятно да глупо здесь будет если мы будем сравнивать с пастелью ручной работы например да которая экстра софт и сразу мы подумаем какими из этих цветов будем пользоваться синий я думаю мы точно будем с вами использовать но мешать его с вот этим фиолетовым там коты бегают на дальнем плане надеюсь не сильно слышно интересно зеленый вот такой фиолетовый разыгрались да можно будет мешать я думаю синий с таким фиолетовым очень интересно посмотреть серые и потом нам нужно будет с вами попробовать сделать работу какую-то включая вот эту пастель но на абразивной бумаге потому что разница конечно огромная ой вот этот какой вот этот прям слушайте это какой 251 сепи очень кстати очень и красивый и мягкий отличается от других тоже тоже кстати очень неплохо но тут пока самый мягкий был посмотреть как он нанесся прям бархатно это у нас холодный серый очень красивый кстати вот этот мне нравится здесь не знаю куда он у нас пойдет у меня был выбор я думала сделать еще там другой пейзажик но может быть мы попозже его сделаем там больше теплых оттенков потому что здесь довольно много серых именно теплых это у нас какой теплый серый красивый такой коричневый кофейный это у нас красный серый да тоже хороший цвет и мягкий вот этот мне был интересен blue grey да ну то есть серый в холодные они имеют ввиду вот вот этот я думаю мы с вами будем точно использовать и дальше пошли красивые такие с розоватым оттеночки они смотрятся еще розовее потому что вот этот оттенок бумаги он такой даст со зеленым по тоном тоже очень хорошо себя ведет вот такого плана и посмотрим разницу вообще они похожи дойдут цвета вот эти очень приятно конечно жалко потом их распаковывать делить на половинки и как обычно да но я буду скорее всего ой какой холодный интересно буду делать фоны с их помощью точно для моих заказов так это у нас какой холодный серый blue grey да есть такой с холодненьким так ну вот такая выкраска получилось все их откладываем в сторону конечно ты распаковывать прям сильно их так не хочется я имею ввиду давайте я подвину чтобы все было видно вот так так давайте начинает тогда как выберу и карандашик тоже какой-нибудь из за новых до из бронзила какой-нибудь вот такой это у нас так не знаю делать не делать выкраску вот таких может быть может быть позже еще с вами сделаем или ну давайте сделаем давайте сделаем прям такое быстренько чтобы для вас это было нагляднее так я сделала выкраску здесь все карандашики из набора брензил вот такого сколько здесь 24 цвета да на самом деле это отличная практика особенно если набор у вас довольно большой например да такое отвлечение когда я приобретала набор карандашей цветных карандашей призма color 150 цветов у меня был набор и там ну нужна была обязательно выкраска когда цветов 12-24 здесь вы как бы понимаете еще до особенно если уже работаете с пастелью с карандашами что примерно какой цвет как себя будет вести где вы его можете использовать если вы не рисуете особо да и для вас это впервые или какой-то первый набор да кстати для первого набора мне кажется очень неплохо несмотря на то что конечно зеленые довольно странное да хотелось бы какого-нибудь травяного зеленого понятно все это мешается но тем не менее вот этот особенно да он такой прям безумный карандашик по цвету ну не суть в любом случае до выкраска она конечно нужна и более того да в идеале как делать когда вы выбираете какой-то сюжет рисунок определенные себе придумываете что будете рисовать то лучше всего подготовить те материалы которые вам для него пригодятся это будет намного вот так вот оперативнее плюс вы заранее уже продумаете как у вас будет строиться работа я скажу честно или может быть потому что уже привыкла даже потому что я долгое время это делаю я но как-то по ходу работы ориентируясь это может быть и не всегда правильно да в любом случае удобнее у нас есть с вами в диапазон и мы его уже подстраиваем конкретно под наш сюжет вот так так что я хотела я хотела выбрать потемнее какой-то серый и с его помощью мы намете можно кстати из если из этого набора можно и черному карандашом намечать мы с вами точно что передадим вот это вот настроение такое немножко пасмурное да такой закат небо оно завершено такой пеленой из облачков еще солнышко не село но уже до немножко садится красивые блики вот здесь на лодке попробуем это с вами передать конечно плюс-минус сделаем все очень-очень похожи так будем намечать сначала делаем линию горизонта смотрим что здесь она у нас находится чуть выше середины до в любом случае лучше когда вы делаете не ровно посередине а выше и ниже в зависимости от этого будет меняться и ощущение от вашей картины от работы если будет больше неба то и посыл будет меняться до сама картина будет более такой возвышенной если так можно сказать до более летящей легкой потому что больше неба соответственно там больше может быть деревьев до я не знаю солнышко птичек и чего-то еще когда у нас больше земли то наиболее такая приземленная это конечно такие такая диванная мудрость просто но но есть равно такое конечно это все эти мелочи влияют да и линия горизонта тоже мягкие карандаши я буду наверное по ходу работы еще комментировать и материалы да потому что это наша с вами основная цель поэтому в конце сделаем вывод такой хотя бы беглый да по по набору мелков сейчас могу сказать что все это очень похоже на на рембрандта такие же мелки но и визуально и мне кажется по ну ладно чуть-чуть помягче да может быть и все бронзил на данный момент могу сказать что сопоставимы с составила сконте с чем еще но и все наверно из до таких известных на дервин все это не очень похоже на фаборы тоже не похоже совершенно крыта color более такие они мыльные что ли более еще сыпучие ну вот конта наверно похоже на конта кругленькие да помните такие карандаши наверное как то так на карандаш который более такие масляные мягкие мы про не говорили с вами вот вот в этом видео тоже где-нибудь прикреплю если не смотрели кому интересно про карандаши мелкие которыми я рисую так идем дальше дальше давайте отметим вот этот лесочек вдали есть небольшой участок почти посередине правее немного середины где у нас небольшой ландшафт то есть там дальше все это находится а вот здесь идет в левую сторону лесок повыше очень высоко не делайте тогда останется у нас мало неба солнце мы не намечаем пока потому что будет нехорошо если туда у нас попадет очень много серого цвета какого-то да это нам не нужно совершенно здесь теперь мы можем наметить тоже примерно как идет лесочек вправо сейчас посмотрю надо еще наверное мне чуть правее вот так вот подвинуть а здесь оставить меньше пространство чтобы тоже не было ровно посередине природе нет вообще симметричности да и нам здесь тоже не нужно теперь давайте разбираться с оставшимся участком снизу что нам нужно здесь отметить до растения как как это называется который из-за вот этого из нашего озера идут из болота будем их намечать видим с вами расстояние расстояние да вот это нижняя и посмотрите где находятся самые самые нижние веточки относительно этой высоты это наверное серединка опять же чуть чуть ниже то есть отсюда до ориентируйтесь уже от того что у вас есть да вы наметили одну линию мы здесь сделали у нас осталась эта часть и мы под нее будем с вами все остальное подстраивать да то есть у нас есть какие-то исходные данные как длина нашего листа ширина теперь где заканчивается да где заканчиваются все эти растения сейчас нижнюю часть делаю примерно на уровне берем опять же вот этот отрезочек и чуть больше чем его середины заканчиваются у нас растения и пойдут они вот таким образом когда будем работать мелками скорее всего мы зайдем да на эту часть но все равно это нужно наметить чтобы у нас с вами в голове уже так сложилась картинка и в идеале когда вы смотрите на фотографию например на которую выбрали и рисуете по ней в идеале и это правда работает когда вы представляете уже готовую картинку то есть перед вами чистый лист бумаги и вы уже представили как вы это нарисовали так я я уже представила давайте дальше можно что еще наметить легко направление темных участков на воде вот такие полосочки можно одну хотя бы эту диагональную сделать вот такую очень действительно мягкая мягкая пастель такая мягкий пастельный карандашик потом давайте лодку потом чуть-чуть дерево и потом закончим передним планом наша лодочка да которая здесь припаркована сейчас себе картинку приближу там есть какие-то крепления да у неё линия которая уходит чуть чуть наверх в правом углу да где крепится собственно наша лодка опять же берем вот эту высоту смотрим на вот эту линию да вот нашли она занимает вот так если ну кстати я правильно нарисовал его занимает ну не одну треть может быть чуть чуть побольше ну вот примерно так и намечаем смотрим что она идет не ровно не горизонтально вот так да под углом немножко под углом поэтому обязательно ориентируйтесь на вашу плоскость у нас есть вертикаль у нас есть горизонталь мы все остальное к этому подстраиваем и внимательно смотрим тут не так сложно заблудиться да по сути прорисовать нормально можно только лодку остальное тоже природа могут быть и какие-то погрешности но представьте если сюжет более сложный то насколько нужно быть внимательным да поэтому если кто еще немного рисует и какие-то моменты могут казаться сложными вот это самый главный фактор на мой взгляд да как мне кажется когда есть на смотримся когда вы внимательно изучаете что где находится что сколько места занимает так теперь лодка до лодочка тоже идет видите под углом относительно нашей вертикали уже смотрим и будем наша палка вот это крепление есть и у нее идет отрезочек то есть правая сторона лодки где это корма да называется поправьте меня как это называется сколько она занимает место ее кстати можно и чуть-чуть сделать крупнее если хочется главное не мельче она все-таки занимает основную часть и что здесь красиво да даже вот про референс мы не поговорили пару слов буквально диагональное такое расположение важных элементов смотрите вот и чем цепляет в принципе да такой сюжет меня во всяком случае по композиции как здорово фотограф фотографировал взята фотография кстати с сайта где фотографы свои портфолио размещают я напишу какой фотограф чтобы все было все было честно да что мы это используем диагональное расположение вот то есть видите здесь будет у нас да вот тут будет солнышко здесь лодка с ее красивым блик вот здесь то есть вот такая композиция вот это самое главное у нас мы с вами сразу смотрим именно на эти детали и вообще любую картину когда вы смотрите рисунок неважно да вашу или вы пошли в третяковку и там на что-то смотрите как часто располагают сюжет наш взгляд устроен так что мы быстро проскальзываем глазами то что слева и фокусируемся на то что справа поэтому получается идеально вот она лодка здесь справа внизу и находится для нашего восприятия это очень удобно это приятно когда объект находится вот где-то в этой области да здесь его поддерживает солнышко и какие-то небольшие детали которые мы тоже с вами красиво прорисуем так не отвлекаемся да то эта философия может длиться бесконечно теперь нашу лодочку вот так ведем диагонально наверх и будем думать где она закончится да где она будет заканчиваться опять же наша высота нижней части потом серединка серединка будет у нас если где-то вот здесь . да можете себе поставить бумагу нас не абразивная сильно ничего не держит все стирается что она и хорошо и плохо поэтому . можно отметить себе лодка же заканчивается выше то есть это уже где-то вот на этом уровне а теперь смотрим относительно горизонтали можем ориентироваться на наш с вами ландшафт лесочек который вдалеке ну как раз где-то можно на этом уровне сделать на то есть вот примерно вот эту точечку мы с вами нашли и теперь мы будем будем нашу лодку туда вести единственное я думаю может быть сделаем сейчас чуть-чуть подвину чтобы она была не очень высокой но сейчас сейчас мы будем подстраивать да то есть наши точки есть мы их просто соединяем обращаем внимание на верхнюю часть лодочки как она прогибается линия в начале тут идет практически прямая да почти она прямая вот так и потом она доходит до краешка и здесь уже есть небольшой изгиб вот таким образом потом примерно на одном уровне ну там чуть-чуть идет вот здесь подъемчик сколько места занимает да это линия вы можете сейчас глазками посмотреть вот сюда да сколько вот этот отрезок сколько примерно просто не обязательно мерить да можно померить можно не мерить и посмотреть сравнить что здесь меньше этот отрезок соответственно вот поменьше точечку ставите и здесь соединяем обращая внимание на наклон наклон лодочки этой линии идет вниз вправо чуть-чуть она тоже прогибается немножко вот таким образом здесь видна часть бортика да то есть снегом она не вся еще покрыты тут у нас такой снежок снежок а кстати белый же нам я думаю да белый нам понадобится с вами ну ладно белым и возьмем возьмем из из другого набора я уже про цвет думаю так ну давайте смотреть на лодку и ее проверять единственное да что она более пологая то есть . это и это они на референс и более приближенные все таки чем у меня это можно будет капельку поправить да но плюс минус плюс минус я верно сделала так сейчас я лодочку приближу с телефона я рисую смотрю здесь идет крепление у лодки саму лодочку тоже можно чуть-чуть уточнить вот такую вот более изящно сделать здесь смотрите какие-то дырочки лапки следы 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 так здесь более прямая пойдет она дам так вот попрямее но плюс минус главное сделать дальше мы дальше мы уже ее будем доделывать с вами хочу чтобы прям такая легкая зарисовка получилось и знаете как сделаем сейчас стальной наметим расскажу как мы сделал это кстати очень низкая сделала надо будет выше поднять потому что вот эту темненькую линию вы поняли расстояние больше тут идут поменьше теперь когда мы наметили с вами весь сюжет карандашом поговорим о цвете подберем оттенки начинать будем с него в идеале всегда когда мы рисуем с вами какой-то пейзаж это небо она уже начинает складывать всю композицию вы видите весь образ вашего рисунка и удобно потому что она находится сверху то есть вы будете идти сверху вниз особенно при нашей такой марка истории потому что бумага она обычная да она не абразивная то есть она держит не очень хорошо постель поэтому чтобы все у нас так не испачкалась будем начинать с вами с верхней части самое яркое это солнышко помните как мы делали свечку огонек да когда рисовали новогодний сюжет здесь будет похожая история солнца чтобы нас ярко яркое свечение было она действительно здесь самое насыщенное самое светящиеся скажем чтобы оно получилось нам нужен белый мелочек здесь у нас наборе белых нет у меня это кусочек от вот что это от рембрандта вот такой да то есть по мягкости он такой же и и возьмем мы к этой истории еще желтенький какой нибудь мягкий вот такой вот у меня есть желтый это большой мелок от черной речки ручной работы вот такой светящийся нам подойдет и еще возьмем я думаю он нам тоже кстати хорошо пригодится здесь это шминки такой тоже мягенький мягенький он будет с розоватым уже оттенком все они вместе должны очень неплохо сработать так ну что запасайтесь влажными салфеточками сухими салфеточками и будем начинать находим место для солнышка она у нас будет вот здесь примерно да сейчас я просто ищу его местонахождение видите холмик который идет у леса дальше лес продолжается примерно по серединке вот этой части до от выступа до краешка листа просто не не уходить очень влево до этого будет уже достаточно по размеру тоже чтобы было не маленькое или небольшое сначала покрывайте чистую бумагу белым цветом ну вот уже довольно ярко да на сером фоне дальше добавим с вами желтый мелок перемешаем то есть получится светло-желтый потому что цвет нам нужен теплый в то же время он должен быть светящийся мы с вами будем конечно доделать более такой живописный вариант но все равно постараемся передать все детальки насколько будет возможно особенно самое интересное с вот этим мелочком он у меня видите такой в розоватый уходит здесь на самом деле все у вас если бумага серый будет уходить в какой-то розоватый желтоватый потому что цвет холодный соответственно на нем почти все будут выглядеть более теплыми оттенками перемешиваю вместе с желтым чтобы он был потеплее просто я подбираю нужный мне оттеночек пока я не растушевываю сильно да пока я просто наношу поверх слои сейчас еще немножко добавлю розового и тогда мы сможем попробовать чуть-чуть растушевать где сама где сама солнышко мы сильно не трогаем только краешки немножко вот так вот смягчаем для того чтобы самый яркий цвет как раз посерединке остался до дома вот какие-то такие красивые края будем с вами оставлять чтобы было более живописно так еще добавили немножко вот сюда желтенького и на него белого просто чтобы форму круглую у солнышка более четко сделать так ну что светится теперь теперь на пальчик можно нанести чуть-чуть оттенков можно ну какой-то бежевый розоватый до который у вас присутствует и теперь вот так вот покрываем нашу бумагу то есть моя задача чтобы цвет был довольно теплым но в то же время он был очень ярким и не спорил самим солнышком по цвету также я добавляю желтенький вот так да уже выглядит у нас довольно неплохо сейчас мы можем что сделать уйти в сторону показать где идут светлые оттеночки такими полосками вот в правую сторону идут вот такого плана лучики довольно широко я нанесу вот так растушую теперь мне нужно чтобы такой мягкий эффект свечения появился что солнышко но вот так вот распространяет свои лучики давайте посмотрим теперь что она может подойти из того что у нас есть здесь на что у нас присутствует какие-то может быть теплые вот такого плана попробуем с вами вот такой вот розоватый это вот этот оттенок его мы можем нанести на нижнюю область то есть уже ближе к линии горизонта есть там да такая немножко как раз с розовым оттенком полосочка все также растушевывать то есть не растушевываем и с вами что только какие-то яркие детали и уже четкие которые будем прорисовывать в конце плюс там блик на лодке да все остальное мы растушевывать будем так нанесли чуть-чуть можно осветлить перемешать вместе желтым более мягкий оттенок как раз получится где-то видите даже царапает чуть-чуть да то есть нам какая-то какой-то кусочек там попался такой на самом деле ничего так нормально работает пастель мягче мягче все-таки чем чем рембрандт все-таки вроде помягче перемешиваю вместе с теплыми оттеночками так давайте посмотрим что мы еще можем с вами попробовать вот такой розовый который поярче просится немножко такого розоватого до сюда чуть-чуть так как этот мелок довольно яркий то есть он насыщенный по цвету поэтому я вот так вот с пальчика это добавляю я думаю сейчас мы с теплыми более-менее до закончим и будем добавлять холодные оттеночки что из холодного из холодного они конечно все у нас более такие серые но мы кстати и потестим давайте с вот этого который мне понравился он довольно темный и мы попробуем его наносить вот таким образом тоже с пальчиком чтобы контролировать его насыщенность и сделаем таким образом с вами то есть я буду его вот так добавлять где-то можно выходить на на светлые участки чтобы такие как перышки получались потому что небо такими легкими облачками заполнена с очень темным цветом не подходите особо к солнышку чтобы эта область оставалась более светлой у нас и и теперь давайте оживим оживим этот серый добавлю туда больше холодного синего нашего синий он вот этот безумно яркий здесь единственный попробуем его наносить легко и посмотрим что у нас какой цвет будет получаться но понятно на желтый синего особо не носите будет такого плана зеленый там перемешиваться получаться фиолетовый вот такой возьмем вот он как раз вот эту теплоту и такой розоватый оттеночек нам должен привнести я думаю с его помощью можно даже вот так вот легко наметить облачка такие летящие и немножко растушевать и дальше его чтобы не были видны и до очень сильно эти полосы я прикрою его вот таким синим на самом деле тут очень неплохо сам цвет бумаги будет работать хочется на самом деле мне добавить какой-то какой-то еще другой оттенок синего но такого мелка у нас нет но зато есть вот такого плана карандашик да где он вот этот самый первый он как раз синий который чуть-чуть уходит в сторону фиолетового такой как васильковый да можно сказать получается и боковой стороной карандаша то есть я не вертикально держу а вот так вот боком я его добавляю так и и можно чуть-чуть сверху сверху мы добавим еще и такие летящие светлые теплые облачка поверх так чуть-чуть его еще можно вот сюда растушевывать слегка участок где светлая полосочка такая розовая потому что сейчас довольно ярко она смотрится чуть-чуть тут прорисуем облачка полоска вот такая да довольно темная но в то же время теплая которая идет у нас с левой стороны давайте мы этим же карандашом я легко ее обозначу вот так на то есть примерно покажем она довольно хорошо выглядит что касается деталей вы не обязаны прорисовывать там все на свете все детали просто смотрите на изображение и выбираете то что вам подходит то что вам нравится да то что красиво смотрится и эти моменты как раз и подмечаете но если не стоит целью у вас сделать точную копию такое тоже бывает что касается бумаги но могу сказать что она похожа и на другие такого плана бумажки на там тоже фабриана да или на на кэнсен которые имеют похожую фактуру что она чем-то особо выделяется не могу сказать что еще правую сторону ну на самом деле можно уже так что еще можно давайте попробуем вот это такой красивый розоватый посмотрим как он будет ложиться поверх но уже нарисованные участочки скажем так довольно ярко ложится но я и старалась конечно делать слой не очень большой но он тоже даст нам такое розовое свечение возьмем белый карандаш белый тоже вроде был довольно мягенький и с ним не делая слишком белую белый кстати уже не ложится но это обычное явление вы это знаете если рисуете на на обычной бумаге что под обычный я имею ввиду что не абразивная бумага более такая доступная пастельная то есть белый он уже белым не становится да он не дает нам вот эту яркую линию если нам нужно какие-то четкие более яркие детали добавить то используйте мелочек все таки мы так и сделаем да то есть белый мелок вот так добавили да все стало у нас более ярким нашли не сейчас обозначим кстати где идут такие перышки волны облачка светлые наверху рисую боковой стороной чтобы линии получались более пушистые они четки чуть-чуть и растушуем немножко чистым пальчиком и давайте добавим наверх еще туда желтый потому что свечение у нас теплая и нужен здесь теплый мелочек но не стараемся сделать ярче чем наше солнце да то есть оно должно быть у нас самым ярким все таки да то есть солнышко у нас самое насыщенное так ну и тут и если у нас нет цели делать такую многочасовую зарисовку в какой-то момент да вы поняли что вроде все окей нужно останавливаться и пойдем с вами дальше пойдем дальше так 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 последняя да давайте сделаю чуть чуть еще больше беленького на солнце посмотрю сейчас да я посмотрю как на камеру выглядит потому что там более маленькая картинка это удобно посмотреть как как все складывается да не очень ли дробно как все по цветам вы в процессе работы можете делать фотографии например до вашей картиночки и на маленьком изображении уже смотреть потому что глаз он конечно замыливается привыкает и иногда какие-то вещи мы не видим до присматриваемся к работе уже все от не привыкли в нее влюбились и и каких-то минусов не замечаем либо недочетов так давайте небо пока оставляем пойдем с вами дальше дальше у нас лесочек да начнем давайте с левой стороны какой он и посмотрим что мы можем использовать из того что есть я думаю это будет вот этот серый он холодный по цвету да сам лес я дублирую нижнюю линию старайтесь ее более-менее ровно сделать пока еще новые такие свежие мелочке то удобно острой стороной рисовать и будем ввести мелочком линию наверх думаю разные цвета еще туда по намешиваем потому что лес все-таки более темный до даже не темный а там больше какого-то холодного в сторону такого сине зеленого я думаю намешаем потом к серому еще вот эти два цвета и возможно пройдемся черным карандашиком вот так вот я усложнила да то есть снизу вверх я веду в принципе у нас не должно там быть сильной прорисовки главное очень за границу не выходите да особо уже когда добавляете темные детали под небом то небо начинает вот я ушла наверх случайно это из-за того что нечеткая линия точнее рисую всей этой круглой стороной но ничего у меня видите здесь чуть-чуть лес будет повыше так можно слегка вот так пальчиком растушевать даже не растушевать а немножко вот так как бы прибить слой пастели в ячеечки то есть перемещаете не сильно а немножко где-то рисуете прям пальчиком чтобы сделать такой мягкий контур так ну выглядит неплохо неплохо на самом деле сильно затемнять то что вдалеке тоже не стоит да потому что передний план он ближе поэтому он должен быть контраст не это понятно но добавим все равно мы еще оттенков туда давайте пока с этим же мелком мы сделаем с вами правую сторону ее прям так очень образно покажем можно сразу набрать полосочку цвета потом чуть-чуть я вот так уже теперь горизонтально провожу растушевываю до серый вот этот он вот он очень конечно все таки хорош так и хотела да я попробовать чтобы мы добавили с вами синий и зеленый туда просто для дополнительного оттеночка холодного прям туда несколько штришочков таких потому что конечно чем больше оттеночка вы сделаете тем это будет интереснее рассматривать понятно издалека может быть если вы это видите то кажется серый серый да но все равно работа будет более интересный более такой многогранный выглядеть конечно если там больше оттенков теперь черном и его тоже такой широкой стороной то есть под углом да не вне прям горизонтально не вертикально вот под небольшим углом я затемняю чуть-чуть чуть-чуть затемняю наш серый цвет вот так вот да и уже более темно получается в то же время такой как вибрирующий более сложно в серединку можно не добавлять потому что она там действительно далеко находится так хорошо дальше что у нас будет дальше дальше давайте делать водичку есть отражение конечно от солнышка но здесь свет будет немножко мягче то есть он не такой же не такой же прям яркий но все равно первый слой делаем мы с вами со светленьким да то есть я добавляю вот так белого вы можете его сразу чуть-чуть растушевывать можно даже объединить да то есть пройтись пальчиком чуть-чуть заходя на лесок тогда у вас будет здесь ровная граница добавляем туда желтый ну можно кстати самого мелка вот так да потому что теплота от солнышка нам будет нужно там тоже чуть-чуть растушевываю уже появляется такое свечение и дальше как мы с вами делали добавляем розоватый оттеночек как красиво да смотрится сочетание вот этих теплых и холодных вместе потому что когда просто да смотришь на на пейзаж что какие-то мелочи не замечаешь а когда начинаешь рисовать то уже смотришь сколько там всего интересного чуть-чуть еще и сделала светлее прям участок под солнышком уже такой блеск у нас появился и чтобы тоже больше теплого у нас уходила вправо слегка я добавляю такой оттеночек сюда теплый смотрим на этот кусок такой он сиреневатый прям вот как светло-сиреневый я думаю очень похож на нашего вот этого мелочка даже может быть капельку фиолетового мы потом туда добавим потому что фиолетовый он если им тонировать как мы на небе делали дает такой вот мягкий-мягкий сиреневый цвет так это мы сделали это мы сделали давайте пройдемся по нижним участкам посередине точнее то что ниже находится попробуем здесь подобрать голубой даже знаете как попробуем попробуем смешать у нас есть вот такой голубой он не совсем конечно да видите он не отсюда но мы сделаем с его помощью такую базу наносим довольно широко если не боитесь я пока не буду но можно сделать то есть можно убрать упаковочку вот эту бумажку пополам мелочек разломить и рисовать широкой стороной с его помощью я просто здесь осветляю вот так да и наша бумага становится более светлой теперь добавим оттеночков это будет синий но его добавляю не очень много с ним же можно уйти вправо на какой-то даже можно побольше пальчик нанести чтобы чтобы больше у нас поверхность сразу тонировалась и теперь то же самое сделаю с сиреневым потому что солнце нам закатное дает вот такой сиреневатый оттеночек так ну в принципе в принципе похоже у меня просится опять вот этот цвет наш красивый карандашик голубой васильковый с ним проходимся немного он очень мягенький что хорошо поэтому с ним можно будет все это удобно растушевать особенно если у вас уже есть слой пастели да тогда это будет удобней давайте сделаем левую часть да особенно для тех кто тоже правша как я это будет удобно левую часть мы проработаем а потом пойдем на на правую что у нас слева с вами фончик нужно нам сделать то есть опять легкую подложку вот сюда можно тем же голубым она сейчас будет довольно светлая поэтому не переживайте что она кажется очень светлой сейчас растушевываю синий лучше все таки пока что вот так вот добавлять сейчас мы мешаем с вами цвет который без тени да то есть без тени которые отбрасывают растения потемнее можно с левой стороны потому что там там у нас уголочек там цвет может быть плотнее вот так да уже уже красивый до зимний пейзаж это мы еще не доделали с вами так по цвету по цвету наших растений да и наверное то что до них нам нужно будет сделать обязательно обязательно возьмем возьмем холодный вот такой вот серый так как мы будем работать с левой стороной нам нужно уже сюда добавить то что происходит там вот эти полосочки да я примерно обрисую то есть мы сейчас им наметим им почти будет ну скажем особо не видно посередине но будет видно в левой части где-то здесь да у нас идут более темные линии а дальше можно будет всю эту историю продолжить с черным вот так очень-очень легко его наношу потому что он довольно пигментированный в принципе можно и какой-то выбрать вот такой серый но только это сделать осторожно потому что мелок он более толстенький конечно какие-то его стороны причем так сильно царапают почему-то вот нормальная сторона так и можно пальчиком все это перемешать вот нормально это просто подготовочка потому что поверх будут идти растения и проверяйте достаточно ли света у вас вот здесь под солнышком да если нет можно то чуть-чуть скажем чуть-чуть еще добавили да так и давайте займемся прорисовкой прекрасных этих растений они ну скажем они не полностью черные они скорее такие как коричневатые против против солнышка против света они идут особенно у них их шапочки они довольно теплые поэтому поэтому давайте начнем мы с вами с коричневого можно попробовать даже это сделать нашим мелком вот таким да по цвету потом его где-то затемнить черным где-то доработать карандашом основание вот у меня осталось этих веточек какой плюс рисовать да такие тонкие вещи мелком потому что линия будет неоднородная да то есть видите она такая где-то тоньше получается прям вот неосознанно она такая выходит главное подумать где нам остановиться вот у нас солнышко вот здесь какие-то самые высокие буду с правой стороны потом они уходят у нас вот сюда да то есть вот это наша правая граница опять же да сейчас каждую травинку мы не будем прорисовывать мы их примерно вот наметили с вами и начинайте делать как будто бы самых дальних то есть самых тоненьких а потом мы будем идти на утолщение линия может быть неравномерной где-то там потолще где-то потоньше веточка там до какая-то ее можно там получше прорисовать заходит на солнышко чуть-чуть заходит и остальные они пускай уже будут более такими низкими кроме вот вот этих тех что слева и вот таким образом довольно пушистым их делаем основание старайтесь только начинать особенно ближе к нам более четкими так чтобы было понятно что они там и снежка и идут цвет конечно красивый нам он чуть-чуть с вами светловат но но мы добавим и затемнений затемнение добавим причем там есть еще снежочек да где то мы его тоже покажем здесь такие пушистые окончания им обязательно добавляете можно прям довольно сильно нажимать на мелочек чтобы получались вот такие пушистые веточки и потом какие-то из них вы можете выделить более сильно сделать более четкими чуть-чуть левый край хочу смягчить так теперь теперь давайте возьмем теплый коричневый с ним тоже немножечко прорисуем некоторые веточки да особенно вот вот эти более теплые которые рядом солнышком потом их можно и пересекать да то есть такие пересечения делать и опять же у основания несколько более четких до чтобы начало было у них таким понятным так черный теперь на то же самое да где то мы их какие-то из них выделили особенно на фоне на фоне нашего леса потому что коричневый на фоне леса вообще там потерялся поэтому здесь можете сделать поактивнее некоторые из них еще несколько темных наверху где-то по пушистее можете сделать и давайте теперь мы добавим туда снежок это уже можно сделать и каким-нибудь вот вот такого плана светлым но не обязательно белым да то есть просто выберите некоторые веточки и на них вот так вот неоднородно да то есть не в каком-то шашечном порядке не очень симметричным добавляйте пятнышки такого снега там буквально немножко особенно на фоне того же леса да это будет все красиво выглядеть если очень осветлили где-то до слишком сильно то вы можете взять там что-то более темное тот же карандаш или мелок и доделать снова то есть снова где-то под затемнить ну самое главное чтобы там парочку вас были прорисованы все этого будет нам достаточно из таких мелочей до каких-то можно конечно добавить веточки которые в сторону до где-то смотрят которые там вправо влево наклонились вдалеке там да ним небольшой кустик и например там вот здесь пускаем такой меня немножко кривой будет на фоне леса тоже и на него чуть-чуть снежка так что касается тени до нас тени такие красивые с вами будем делать попробуем начать с вот этим карандашиком потому что он очень подходит по цвету то есть обращаем внимание на направление до как веером таким расходятся эти веточки ой то есть тень от веточек и как раз здесь нужен вот именно такого плана холодный оттенок потом растушевываем на то есть первый слой можно сделать немножко растушевать посмотреть где идет плотнее синий в глубину можно чуть-чуть туда добавить холодного на потому что там тоже есть веточки от них тоже отбрасывается тень а еще что я сделала кстати не очень хорошо я прям очень из одного участка их начала они меня как будто специально такие высажены получились выпускаем как какую-то мелочь такую добавим еще туда несимметричную особенно вот эти окончания мокренькая попал так уже похоже да уже похоже на тень небольшой кусочек вот здесь давайте сделаем вот тут сейчас чуть-чуть пройдусь здесь синим даже синим и наверное фиолетовым то есть захожу на кусочек где потом будут растения так и теперь сделаем такие следы да можно сказать ну да это и есть следы правильно то здесь можно чуть-чуть добавить идет наша мягкая тень от веточек здесь идут направление просто соблюдайте этот принципе довольно несложно вот эти следы наметить также здесь можете чуть-чуть да такие намеки на них сделал чем дальше тем меньше до соответственно то здесь все это будет такое маленькое здесь все будет намного крупнее потому что поверх мы сделаем с вами потом кусочек вот сюда переднего плана так если здесь наша лодка да мы доходим тут какой-то крупный след это я так на будущее нам примерно раскладываю где будут следы идти так нужно будет конечно нам эту историю чуть-чуть сделать плотнее затемнить мне хочется все вот до сих пор какого-то фиолетового еще добавлять и пускай будет да там будет красиво там светится этот цвет возьмем наш серый вот вот этот которым делали лесочек и в какие-то самые такие плотные участки следов именно в синие добавляем с вами серый чтобы этот синий его сделать плотнее плюс добавить какую-то неоднородность можно сразу да чтобы следы где-то были более глубокие такими точечками можете прям наставить и здесь хорошо что слой небольшой я имею ввиду пастели на бумаге потому что тогда хуже растушевывается и у нас получается довольно четкий рисунок до понимать то есть если бы здесь мы добавили то растушевывать бы сильнее от у нас все это хорошо будет держаться так сделали теперь мы берем и нам нужно добавить свет подойдет как раз вот такой вот до который мы смотрели с вами он у нас blue grey оттеночек и уже над темными да мы добавляем свечение чтобы показать что эта поверхность у нас объемная то есть на темные мы не заходим темные мы не трогаем где-то вот сверху добавляем светлой то есть светлая на светлая до темным на темное мы добавляем тогда будет объем если мы светлый поставим на темный то вся эта история у нас уже объемной не будет так и давайте знаете что сделаем чуть-чуть такой хитрый ход чуть-чуть вот здесь мы сделаем светлее будет очень красиво подсвечивать нашу тень капельку где-то растушевать можно и после этого можно добавить еще немножечко свечение можно даже вот вот так вот промежуточки между тенями голубыми так вот интересный факт да я смотрю рядышком на рисунок да и смотрю на камере на изображение вот маленько она уже смотрится ничего да то есть как-то объемно следы вроде похоже на следы когда смотришь близко то эффект совсем другой и опять же на бы белый прям здесь не понадобился да то есть нам ярко белый здесь не нужен нам нужно как раз вот какой-то такой оттенок давайте эту часть пока мы оставим какие-то детали мы в ней еще доделаем с вами переходим сюда сюда с тем же светло-голубым хочу добавить такие светящиеся линии где-то этим мы выделим серую до полосочку потеряли мы потеряли был у нас было бы здесь так если здесь лодка да вот где-то тут скажем идет полосочка голубая ну как голубая она наверно более серая мы серые туда добавим так посветлее немножко серый возьму вот этот который посветлее кстати он как-то вообще такой царапающий прям видите вот здесь еще ничего вот этот кусок вот это какой-то жестковатый пигмент в этом в этом мелочке получается почему-то так живите как-то плохо рисует окей и кот чихнул поставлять так а еще есть да вот здесь линия ближе к лесочку прям такая незаметная чем дальше тем легче да то есть мы растерли все такое очень легенькое ну что время сделать в нашу лодочку возьму черный карандаш хочу сразу показать где будут самые плотные детали и заодно мы ее уточним каемочка у нее идет довольно плотная лодку мы с вами наметили поэтому подчеркнем также темные участки у нее снизу черного мелка здесь наборе у нас нет поэтому мы используем наши карандаши и заодно их пробуем так что еще из темного у нас бортики у нее вот так вот снег погружены уходит да таким образом можно в принципе да сразу показать полосочки прям вот по чистой серой бумаги чтобы они потом были видны мы их нанесем потом чуть-чуть растушуем а дальше добавим уже нужный нам цвет так хорошо хорошо насчет насчет здесь снежка еще снежка красиво нашего голубого прям тут не хватает немножко так и его еще довольно много цвета до такого здесь поэтому так вот легко заполнили чуть-чуть и растушевала хотела на больше оставить краешков не получилось у меня да сделать прям супер живописно вот все равно довольно вот хочется руки как-то пытаются все очень гладенько сделать так наша лодка внутри у нее такой же оттенок снега как и снаружи скажем так добавим давайте мы еще голубой такого плана отлично вот так растушевали это сделали тут у нас где-то серый просвечивать сейчас тоже добавлю окей давайте прорисуем нашу лодку возьмем серый давайте возьмем серый который у нас был вот такой вот этот более тепленький до на черный я его добавляю там где-то вокруг лодочки бортики мы еще с вами прорисуем где есть такой серый добавляю его чуть-чуть чуть-чуть из наших действующих серых как уже он царапает да слушайте вот широкой стороной он нормально рисует поэтому если вы думаете что вот одинаково качество все пастельные мелки в наборе это не так все разные да то есть очень от пигмента это зависит ну вот так вот серым лодочку мы затонировали полосочки мы там еще найдем обязательно но уже какая-то фактура появляется чуть-чуть добавлю холодного нашего синего а теперь с черным карандашом у нас будет второй этап уточнения на то здесь можно уже вернуть какие-то детали так возвращаю наши полоски находится все это в тени да поэтому прорисовываем мы с вами так относительно то есть чтобы полосочки были но они не обязаны быть супер такими четкими и будем уточнять со светлым всю эту историю давайте давайте возьмем для начала опять же наш голубой карандаш его добавляю на светлые участки этих полосок его же с правой стороны да потому что там тоже этот же холодный оттенок присутствует и здесь кстати я думаю отлично сработает ой наш белый который плохо рисует по уже готовому слою видите что он делает это отличное применение до карандашей в этом плане белых имею ввиду потому что он просто у нас чуть-чуть отсветляет и и все больше он нам ничего не делает то есть чисто белый он нам понятно не дает да такой стандартный мягенький белый не дженералс до который там самый белый вовсе нет обычный белый слой у нас здесь меньше на черном поэтому здесь мы можем вот так вот беленьким добавить слой то есть каемочку нашей лодки как раз белый там перемешается с другими цветами будет то что на то что надо я другому сразу подумала как как блендер знаете ну как перемешиватель работает то есть белый цвет вот этот просто объединяет серые оттеночки очень он такой не яркий так 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 где нужно опять сюда подключаю голубой потому что он по цвету подходит тем более у нас самый яркий да с вами будет вот здесь здесь блик его кстати можно будет можно будет скоро поставить прям уже хочется туда что-то очень яркое давайте сделаем эти сделаем то есть вот этот угол нажимаю сильно на белый мелок и туда же стараюсь прям остренько так сделать туда же помещаю желтый и дальше и дальше мы берем серый и видите такие краешки более темные у вортиков лодки есть мы их вот сюда добавляем для того чтобы подчеркнуть светлые оттеночки чуть-чуть сюда заметила я такие есть вот здесь деталечки у лодки нашей с белым карандашом так да опять же он не очень белый вы можете светлые места на бортиках добавить такой вот снежочек там есть и даже это лучше сделать с вот таким с голубым давайте сделаем он будет все таки более яркий добавит нам блеск она в то же время с белым спорить и желтым не будет то что надо даже вот просится чуть-чуть сюда но очень яркий сюда тоже мы себе позволить не можем затемняем вниз у лодки там будет больше темного добавляю сюда черный вот так вот мешаем с голубым из и свет можно тоже сделать вот с вот таким голубым мелком нужно будет осветлить в эту область за лодочкой чтобы выделить саму лодку так давайте попробуем вот такого плана мелком он довольно мягенький еще был будет им удобно это сделать чтобы она такая довольно четкая досмотрелась то есть этот уголочек мы с вами подчеркнули потом чуть-чуть четче вот эту держащую палочку по затемнениям есть да еще более темные участки вот здесь давайте серым все-таки добавляю растушевываю не помешает нам немножко затемнить этот уголок дальше дальше мы уже добавляли но я еще чуть-чуть этого оттенка синего сюда подключаю можно кстати будет знаете как попробовать вот эти следы мы сделаем таким образом здесь именно мы смешаем фиолетовый и вместе с таким синим должен получиться нужный цвет вот так и его мы подводим чуть-чуть ближе к лодочке к нашей хорошо 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 так сейчас ее приближу посмотрю чего мне не хватает не хватает немножко затемнений на бортиках ставим где наш супер синий следы вот эти пятнышки которые поближе вы можете тоже сделал таким образом смотрите черный карандаш вот эти вмятинки добавляем сначала черным чем дальше да вы помните тем меньше 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 все они становятся вот берем теперь голубой он перемешивается с черным да и получается вот такой более сложный синий оттеночек пальчиком чуть-чуть смягчаете так 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 и сразу чтобы объемчик нам вернуть добавим давайте светленькие между темными да то есть где-то рядышком либо сверху либо там где другие светлые участки к лодочке сильно не подходим потому что именно вот рядом с ним тоже там тень будет то то есть вот так вот можно чуть-чуть смягчить растушевать там даже какие-то мы сделаем с вами есть всякие деревья какое-то поваленное дерево посмотрим где еще вот может нам понадобится этот светлый сейчас посмотрю там добавляю так чуть-чуть можно здесь и это мы с вами сделали сделали так хорошо такая она у меня более мягкая да она получается мне я думаю неплохо такая прям романтичная эта работа нежная почему бы и нет хочется мне прям вот сюда еще осветлить добавлю там конечно чуть меньше свечения но зато очень красиво лодку до подчеркнет все таки так несколько темных деталей опять же и давайте сделаем дерево да раз уж мы тут рядом с черным карандашиком чтобы все это смотрелось довольно органично вы можете начать с каких-то мягких вот таких движений то есть добавляете потом чуть-чуть можно растушевывать какие-то но если не конкретные веточки до которые самые такие четкие самые темные ориентируйтесь во первых на те линии которые мы сделали и то есть от начала веточки мы сначала ведем да вот так можно самые большие сначала обрисовать чуть-чуть включать фантазию да то есть примерно форму вы повторяете но каждую ветку можно не прорисовать просто решите где будет больше скопление у вас масса этих веточек где меньше таким образом и чтобы они были все не очень ровные до ведете линию и пусть на чуть-чуть вот так вот немножко дрожит тогда ветки будут смотреться мягко я хочу их какие-то из них чуть-чуть да вот так растушевать больше объем чека будет и наверх добавим еще тогда будет более мягкий такой нежный эффект так давайте посмотрим где самый темный у нас вот краешек нашей супер лодки тоже слегка сейчас посмотрю хочу ли я больше где-то добавлять знаете можете здесь какую-то веточку добавим чтобы не перестараться уж очень сильно так какие-то из них просто смотрите чтобы были более толстенькие у вас какие-то потоньше потом есть у нас такое поваленное да здесь дерево веточка тоже его вот так можно наметить давайте теперь ой говорить о переднем плане да тут у нас такая прям заснеженные кустики под ложечку под них мы с вами сделаем сначала вот этим темно-серым и тут можно будет во-первых рисовать довольно широко и потом какие-то вот да такие даже хаотичные моменты сделать такой мягкий передний план с вами покажем но все равно чтобы он был довольно контрастным довольно темным здесь самая высокая будет наша веточка на пока направление так мелком показываю но сильно да и лодку и остальное прикрывать мы не будем там есть и коричневый давайте попробуем да в наш вот этот скажем коричневый есть там какие-то более теплые моменты такой прям пушистый кустик у нас будет какие-то поподробней прорисовываем да то есть вот ведете веточку и у нее где-то такая пушистая кисточка идет на конце таких можно несколько буквально прорисовать чтобы они были довольно пластичными да чтобы они были не очень одинаковыми все где-то есть какая-то такая вот коряга например то есть сейчас момент когда мы добавляем уже акценты и они могут быть все прям в раш вошла такие неодинаковые неоднородные да то есть тут можно чуть-чуть похулиганить давайте посмотрим что по цветам туда можно добавить и чуть-чуть холодных оттенков туда фиолетовых синих подключу и сделаем снежок наш снежок ой хотел уже взять такой голубой но понимаю что он скорее всего нашего вот такого обычного синего цвета на просто он сюда не ляжет на вот густой слой на такой толстенький поэтому нам нужно будет подложка и плюс этим же светлом вы можете какие-то травинки прорисовать вот так да там где-то даже можете вот свет показать снежочек так а теперь снова чуть-чуть черного чтобы поддержать это направление светлых участков дальше дальше нашим голубым мы чуть-чуть вот так вот смягчем где-то их причешем передний план и я бы вообще вот так вот немножко немножко сделала более мягким и давайте деталек чуть-чуть светлых по добавляем да то есть таких заснеженных так можно я думаю чуть-чуть вот здесь тоже какую-то веточку добавить ну вот такая пушистость чтобы здесь была сейчас посмотрим что там с правой стороны так чуть-чуть моего любимого синего у фабора кстати есть похожий тоже хороший оттеночек я имею ввиду голубой я чаще всего и пользуюсь если что-то делаю прям он мне очень давно много все равно почему то я этот цвет не использую сюда бликов и будем завершать пока добавляю давайте резюмируем про мелочке да и про карандаш и но про карандаш и мы сказали мягкие они конечно интересные приятные белые но понятно не сравнится самыми яркими белыми но такой очень мягкий рисовать им можно по мелкам да по мелкам такой чуть-чуть улучшенный улучшенный плане более мягкий я имею ввиду вариант по сравнению с рембрандтом да да у меня же рядом вот я могла кстати немного читерить и вот такой голубой тоже рембрандт использовать ну вот даже вот сейчас я могу сравнить вам может быть это визуально видно не будет но могу рассказать да что я чувствую пожестче он чуть-чуть другая другая другой состав конечно чувствуется что другой состав знаете какой вот более рембрандт более такой как будто чуть-чуть в масляный что ли то есть он так не крошится он более сдержанный если так можно сказать как немножечко как будто резиновый чуть-чуть вот эти более сыпучий да тут много пигмента действительно они в сторону такой мягкости да это это очень неплохо заслуживает внимание вполне так ладно то я переусердствую со свечением здесь здесь его много нам не нужно на дереве кстати нет особо снежка да только вот на толстых веточках если хотите можно передать его отлично ну что будем с вами финализировать нашу красоту можно кстати кто боится слишком темно сделать черно можно и серым веточек добавить мне кажется очень интересно получилось такая нежная мягкая работа мне в принципе очень понравилось конечно тем и тем я буду пользоваться я и про карандаши и про мелки очень очень они достойны последняя наверное есть знаете что сделаю с вот этим розовым как будто дальше идет вот это свечение будет красиво на что ребята кто работу подписывает можно подписать давайте я подпишу у нас пока еще двадцать первый год ведь он даже так очень тяжело подписывает вот ой все отлично спасибо вам за внимание надеюсь вам все понравилось если есть вопросы по материалам по рисунку вы можете их оставить внизу в комментариях и до новых встреч друзья пока пока